так всем привет дорогие друзья сегодня наконец-то решился снять видео а тут давненько не было видосов на канале у меня если честно напала некая некая апатия потому что за прошлые несколько месяцев дохренища роликов понаделло блин чуть ли не по два ролика в день делал вот и опять про мою сборочку новую пока еще на флагманском процессоре а в 2 700 x вот очень хороший процессор хорошего себя зарекомендовал и общественно нормально у меня сейчас все работает но изначально я столкнулся с некоторыми проблемами у меня значит стоит материнская плата от гигабита урос x470 gaming вот две плашки оперативной памяти на 16 гигабайт айпер x4 по 8 гиг каждая и 200 частота чуть не было когда а кстати начнем сначала я пытался поставить седьмую винду не получилось я тушу мышкой клавиатрой не работали блин чего я только не пробовал человек только в компе не включала не отключал там bios еще не помогло в итоге пришлось ставить десятку захожу и значит такой у настройки а гляжу а у меня там в десятке не 16 гигабайт оперативной памяти а 8 и думаю чё за дела в общем перелопатил я кучу настроек пробовалась меня там переставлять делать ничего не помогло в итоге все решилось тем что я просто поменял плашки местами и в общем всю память компьютер стал видеть вернее не компьютер от винда потому что биосе как бы память нормально отображалась видимо проблема к это в десятке то и что потом у меня возникла проблема с зависанием компьютера в интернете так посылал и у многих такая проблема у кого на десятке у кого на винде 7 всех по-разному конечно было но проблема была довольно распространена у меня зависал компьютер во время закачки из интернета ну или когда сидишь смотришь видео в интернете то есть да что-то с интернетом связанное он периодически подвисал с таким характерным звуком знаете ты сначала так тормозить начало все дико и все и на мертва зависал что я только не пробовал тоже переключать и отключать блин и антивирус там и короче настройки там менял смарт-скрин тоже отключал ничего не помогло решилась все очень просто оказалось у меня проблема с вай-пай платой вот у меня вот этот плата китайская вай-вай но как бы и не ускорщенок это прокованной недовольством что-то с ней она нормально у меня она у меня в прошлой сборке стояла на ай-7 3770 там стояла семерка винда вот и нормально все работало то есть никаких проблем вообще не было изначально у меня там стояла на ай-7 вот такая плата от D-Link это уже очень такая старая плата и лет наверное 9 так точно есть драйвера я тоже не переустанавливал просто взял установил вот эту вот плашечку и драйвера от этой плашки нормально ее увидели потом я переставил ее сюда в этот компьютер накатил десятку и начались проблемы причем вот десятка накатила свои драйвера то есть мне ничего делать не пришлось сразу определилась вот эта вот карточка нормально все как бы работало а потом начались зависание я понял что указывается проблема в драйверах то есть на этих дровах карточка это нормально работало но в итоге я пришел к тому что просто взял подключил компьютер напрямую к роутеру просто протянул кабель подключил и десятки даже тоже не пришлось настраивать сетевое подключение уже там автоматом все настроилось и это в принципе очень хорошо так что вот такие вот пироги конечно неприятную платку как бы теперь не задействую отпала необходимость подключением кабеля на тему но там и конечно же быстрее здесь например 60 90 мегабитами секунды передачи данных туда и обратно а там и туда и обратно 90 90 с копейками на кабель так что выгода конечно же на лицо и еще по поводу температур у меня изначально из коробки я поставил этот вот стоковый кулер amude он конечно красивый классный но блин для рабочей задачи не особо подходит потому что блин процессор греется до 86 градусов там даже подскакивать температура 90 и так много сам кулер в принципе неплохо если не баловаться рендером не стримить а просто играть скажем так ну пользуется обычным поседневными задачами ну кто же блин будет им просто пользоваться какими-то поседневными задачами на таком-то процессоре понятное дело что не будут рендерить на нем будут стримить и все остальное и этот кулер он не особо справляется со своей задачей он так россии он ты неплохой в принципе но для этого процессора этого кулера маловато поэтому я поставил свой китайский кулер умея кстати на него обзор на канале я уже делал кулер хороший на две вертушки башеной он такого да он шириной как так вот этот вот они одинаковые вот и на этом кулере у меня температура максимум подымалась и стабильность сохранил у меня здесь тест я проводил в аиды 647 минут 23 секунды теста и 72 градуса температура это блин круто и во время рендера тяжелого тоже такая же температура понута где-то 69 около 70 вот и во время стрима тоже такая же температура так что в принципе этот башенный кулер справляется со своей задачей но хочется конечно еще больше охладить процессор я уже присмотрел вертушку там себе немножко получше здесь у меня получается стоит башенный значит этот самый охлад с двумя вертушками на 90 миллиметров а я хочу 120 миллиметров охлаждалась получше либо заказать еще одну такую башню но уже с тремя вертушки у меня всего две а этот у меня пойдет получиться башенный кулер на старый комп с тремя я закажу себе сюда лучше охлаждала либо возьму уже какой-то диппул там и что-нибудь подобное на две или три вертушки 120 миллиметров еще кстати в воду корпуса вот это вот блин я пока там подключила контроллеры все вертушки винтифляторы там оказывается конечно все очень просто было ну блин кто сразу разбираться так будет главное подключить а потом разбираться на сначала оставляем потом разбирается ну вот и у меня здесь возникли некоторые трудности надо было просто сначала подключите цепь питания всех вертушек соединить вместе а питание как самого контроллера не подключайте ко всем плашкам а подключить его отдельное питание в общем ну там не все так сложно как казалось очень даже просто вот поэтому принципе заморачиваться поэтому не стоит в интернете уже есть кто-то снимал видео и дело даже схему хотя не за схему там делать и не обязательно разберется даже ребенок вот что касается поводу самого процессора md 2 700 x 2 блин производительность у него очень хорошая и в некоторых обзорах или смотрел люди делали и сравнивали его с 9 900 кей и не принципе на приблизительно на одном уровне ну там до 9 900 кейн где-то на 10-15 процентов помощнее будет но блин переплата не 10-15 процентов явно это точно вот по поводу игр конечно тесты я выкладывать не буду потому что смысла нет у меня здесь и карточка 1060 поэтому с ней делать игровые тесты как-то ну блин здесь реально мощная система и получается узкое горло у нас это видеокарта поэтому смысла делать тест производительности я не вижу почему 1060 у меня стоит кстати спросит да потому что я раньше покупал давно стоит на старом компе еще была вот поэтому как бы она здесь со временем конечно хочется что-то помощнее сюда поставить но блин помощнее еще надо и монитор тоже менять потому что у меня монитор обычный full hd 60 герц это уже как бы по нынешним меркам устаревшая технология надо 144 герца не меньше ну вот и по поводу корпуса чтобы еще хотел сказать по поводу этого корпус корпус принципе неплохое называется у нас дипку по моему starlight а game of starlight и макс корпус хороший но единственный его минус это блин то что вертушки имеет всего один цвет свечения у меня данном случае зеленый хотелось бы конечно чтобы не переливали цветами но как бы полину 50 баксов стоимость этого корпуса этот значит функции переливания не предусматривают еще один такой нюанс это что вертушки не очень я скажем мощные они такие слысловатый воздух чувствуется что не тянут но хотелось бы конечно посильнее но блин опять же за 50 баксов шоу и хотели понятное дело что здесь поставили какие-то дешевые вертушки вообще по 4 по 5 доллара и они блин ну в общем так вот пришлось мне еще дополнительно кулер вот сюда наверх ставить чтобы вытягивал горячий воздух потому что у меня постоянно здесь скапливался и так корпус нормально нагревался я представляю что внутри было особенно когда стоял вот этот вот машинный кулер до этого китайского нагрев был такой нормальный вот такие вот пирожки у нас так что есть какие-то вопросы напишем комментарии дорогие друзья по поводу комплекту и всего остального здесь есть какие-то соображения советы тоже можете дать них и кстати отпишите еще у кого проблемы были с вайфаем и с зависанием компьютера чтобы люди тоже может это кому-то поможет потому что проблем были разные у разных людей на разных системах и давайте значит сообща трудиться так я уже эту проблему определил меня это было плата вай-фай не контактировала с десяткой именно с драйверами которые она стояла в общем компьютер постоянно зависала сейчас этой проблемы нету и слава богу так что такое у нас сегодня видео было коротенькое всем спасибо за просмотр дорогие друзья жмем пальчик вверх на колокольчик до новых выпусков